Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников. На днях мы выложили у себя на канале ролик «Прямоточный воздушно-реактивный двигатель». И несколько человек в своих комментариях написало, что, наверное, таким двигателем можно считать и работающую паяльную лампу, с чем я, согласиться, пока что не готов. Ну, хорошо бы проверить на опыте, какую тягу развивает такая лампа, но у меня ее под руками нет. Но есть под руками все-таки обычная газовая горелка. И спрашивается, когда из нее вылетает пламя, развивает ли это пламя какую-то реактивную тягу и сколь она велика. И вот этот вопрос мы, конечно, можем проверить сейчас на опыте. И чтобы посмотреть на реактивную тягу, создаваемую работающей газовой горелкой, я построил вот такой кораблик, который мы сейчас испытаем в аквариуме. И вот кораблик стоит на месте. Мы запускаем газ, зажигаем струю и отпускаем кораблик. И он преодолел аквариум за 9 секунд. Ну, все хорошо, реактивная тяга работает, но тут мне пришла в голову мысль, а что будет, если пламя вообще не зажигать, а просто выпустить струю газа из сопла горелки. Давайте попробуем это сделать. Приготовились. Запускаем струю. И отпускаем кораблик. И он преодолел это расстояние за те же 9 секунд. Так что получается, что время, которое кораблик затрачивает на преодоление аквариума, вообще не зависит, горит пламя или оно не горит, а просто вылетает газ из горелки. И вот здесь я очень схематично изобразил устройство газовой горелки. Значит, баллон. Дальше вот тут находится очень узкое сопло, из которого и вылетает газовая струя, ну, которая захватывает первичные струи воздуха вот здесь на входе, чтобы потом у нас уже вылетала воздушно-газовая смесь, и вторичные струи воздуха здесь на выходе захватываются. А куда у нас приложена при этом реактивная сила? Мы еще никакого пламени не зажигали. А приложена она, как уже сказано, во множестве наших роликов. Вот здесь напротив сопла надо выделить участок нескомпенсированного давления. И формально мы считаем, что реактивная сила приложена вот здесь. Именно она и разгоняет кораблик. Ну, а дальше мы берем и поджигаем горелку. Здесь на выходе, опять же, все это я очень условно рисую, загорается пламя. Ну, конечно, мы теперь видим это пламя, теперь мы понимаем, что у нас струя такая раскаленная и сильная. Но вот здесь в отношении реактивной силы ничего не меняется. А других мест, куда можно было бы прикладывать, вообще нет. У нас давление, помимо всего прочего, вот здесь внутри не повышенное, а пониженное вот в этой трубке, чтобы воздух засасывался. Так что никакой камеры сгорания, как в реактивном двигателе, в газовой горелке нет. А раз нет камеры сгорания, то это пламя и не создает никакой дополнительной реактивной силы. Вся она создается только за счет вылетающего из сопла газа. Вот такие дела. А для тех, кого мои рассуждения и опыт с корабликом все еще не очень убедили, я приготовил еще один опыт. Но я хочу взять и направить струю от газовой горелки на весы. И узнать, с какой силой эта струя будет на весы давить. Ну, конечно, мне весы жалко, я не буду включать напрямую. А поставлю на весы вот такую, ну, так сказать, прокладочку в своем роде. Значит, я включаю весы. Ставлю эту пластинку сверху с банкой. Сбрасываю тару на ноль. И направляю струю. И вижу, что сила, с которой струя сейчас давит на пластинку, составляет 0,6 грамма. Ну, кому нравится, надо сказать точно, 0,6 грамма силы или, соответственно, 0,006 ньютона. А теперь включаю пламя. Посмотрим, что будет. И показания весов не растут, а падают до 0,3 грамма. Почему же это произошло? Почему усилие уменьшилось в два раза? Это хороший вопрос, и я его хочу адресовать вам. Так что ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ютубе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!